Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с информационным выпуском у Марти Киев. Коротко о некоторых темах. Бесплатный автобусный маршрут будет организован в Черкесске на Радоницу. В республике период наивысшей активности клещей. В Карачаево-Черкесии откроется первый круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». И курорт Архес переходит на летний режим. Далее об этих и других темах подробнее. Премьер-министр Мурат Аргунов провел заседание правительства Карачаево-Черкесии, на котором рассмотрено 13 вопросов. Члены кабинета министров приняли проект постановления о распределении субсидий на 2022 год из средств Дорожного фонда республики, выделяемых бюджетом муниципальных образований. Документ предусматривает распределение субсидий на этот год муниципальным образованием на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов в дворовом территории, а также на реализацию мероприятий по совершенствованию организации Дорожного движения. В Доме правительства республики обсудили вопросы лечения и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Вице-премьер Карачаево-Черкесии Ирина Гербекова напомнила, что текущий год объявлен руководителем региона «Годом людей с ограниченными возможностями здоровья» и рассказала об основных направлениях работы по социальной поддержке граждан данной категории, расширению стационарных социальных учреждений и внедрению инновационных технологий. Новую нитку газопровода суммарной длиной в 2,5 километра прокладывают сейчас коммунальщики по станице Исправной, чтобы подвести газ к домовладениям своих будущих абонентов. Благодаря программе догазификации уже к 2030 году уровень газификации российских регионов увеличится на 10%, причем бесплатно для населения. Комментирует информацию глава администрации Зеленчукского района Алексей Науменко. На сегодняшний день у нас эта программа работает в полном объеме, задействованы все населенные пункты, составлены у нас перечень домовладений, которые включены в социальную догазификацию. Все люди уведомлены, как это будет происходить, что будут у нас прокладываться сети и что будет выводиться до границы раздела с земельным участком газовый стояк. Все, что касается внутренней разводки газа, то это уже будет за счет собственников домовладений. В Карачаево-Черкесии откроется первый круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». По словам министра по делам молодежи республики Ибрагима Татаркулова, работа центра стартует уже в текущем году на базе ДОСААФ России по Карачаево-Черкесии. В рамках деятельности центра предполагается проведение круглогодичных пятидневных учебных сборов. Ежегодно эти сборы будут охватывать порядка тысячи школьников. Благодаря форуму «Дни карьеры в Карачаево-Черкесии» молодежь сможет получить 500 тысяч рублей в виде гранта. Участвовать может любой желающий. На эти средства участники могут реализовать свой проект, причем направления могут быть самыми разными. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия Мы подумали, что приедет музейный состав. Прекрасно? Да замечательно. Но когда приходит молодое поколение, все равно должна быть эмоция. Потому что когда есть эмоция, то запоминается больше и надольше. Мы подумали, что если мы это оживим и сделаем ожившие истории страницы, и создадим театрализованное действие. У нас участвуют студенты Ростовского государственного университета «Ботис в сообщении», коллективы Творца культуры железнодорожников на станции Ростова-Главная, приглашенные артисты. И мы подумали, что каждая история рассказана, она будет, конечно же, о железнодорожниках, потому что это наше. Бесплатный автобусный маршрут будет организован в Черкесске на Радоницу. 1 и 2 мая с 8 до 18 часов и 3 мая с 8 утра до 13 часов. Все категории граждан будут обладать правом бесплатного проезда в специально выделенном транспорте по маршруту Комсомолец-микрорайон-Юбилейный – городское православное кладбище. Всего для этих целей в дни поминовения усопших Радоницу будет задействовано 15 автобусов. В эти дни также будут усилены меры обеспечения антитеррористической безопасности, организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи в районе городского православного кладбища в микрорайоне-Юбилейном и городского кладбища, расположенного по улице Фабричной. Замена четырех светофорных объектов запланирована в текущем году в Республиканском центре. Новые светофоры взамен старых появятся на пересечении улиц Демиденко-Крупской, Демиденко-Кутягулова, Подгорная, Подгорная-1 и Гражданская-Балахоново. Всего за последние два года в Черкесске обновлены 8 светофорных объектов. Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая этого года. При этом назначать пособия будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца, за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет. Комментирует информацию руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова. Президент России подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 8 до 17 лет. Важным условием для получения пособия является размер доходов семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей средний душевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Базовый размер выплаты 50%, в среднем по стране это 6150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособия назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума ребенка. Если с учетом и этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи останется ниже прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка. Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут получать только одинокие родители, и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума ребенка. В Карачаево-Черкесии наступил период наивысшей активности насекомых, в том числе клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. В настоящее время официально зарегистрировано 16 случаев, половина из них – дети до 14 лет, пострадавшие жители Черкеска, Прикубанского, Зеленчукского, Ногайского, Абазинского, Хабесского и Карачаевского районов. Кредитные каникулы позволяют заемщикам в случае сокращения их дохода временно приостановить платежи по кредиту или снизить их размер. Предоставляется такая отсрочка на срок до полугода. Для этого необходимо обратиться к своему кредитору до 30 сентября этого года. Могут ли жители нашей республики воспользоваться кредитными каникулами, расскажет начальник экономического отдела отделения Банка России по Карачаево-Черкесии Рауф Тугов. Воспользоваться кредитными каникулами может любой житель Карачаево-Черкесии, если его доход за предыдущий месяц сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году. Снижение дохода нужно будет подтвердить документально. Уточнить, какой именно документ необходимо представить в качестве подтверждения, можно непосредственно в банке или микрофинансовой организации МФО. Это может быть, например, документ об увольнении с работы или справка из Центра занятости о постановке на учет в качестве безработного. При этом у кредитора можно узнать, как лучше направить обращение, принести в офис, либо направить через личный кабинет, на сайте или мобильное приложение. В заявлении нужно указать, что хочет получить заемщик, кредитные каникулы или структуризацию на условиях банка или МФО. Право на кредитные каникулы распространяется на все виды кредитов и займов. Главное, чтобы они были выданы до 1 марта 2022 года. При этом правительством установлен максимальный размер кредитов, по которым можно получить отсрочку. Для потребительских кредитов это 300 тысяч рублей, 350 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, для ипотечных в Карачаево-Черкесии это 3 миллиона рублей, для автокредитов 700 тысяч рублей и для кредитных карт 100 тысяч рублей. Карачаево-Черкесия вошла в топ-3 самых красивых горных маршрутов в России. Сервис бронирования жилья altville.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие горные маршруты самые живописные в России. По данным опроса, самые живописные маршруты для трекинга находятся в Крыму. Более 30% активных путешественников ходят по тропам Голицына, Боткинской, Чернореченскому каньону, по Айпетре и другим туристическим тропам полуострова. На втором месте горные маршруты в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Бронзу в рейтинге самых красивых горных маршрутов получили тропы в Башкирии. С 30 апреля курорт Архыс переходит на летний режим. Здесь гостям доступны горные маршруты, экотропы и гондольная канатная дорога до высоты 2300 метров. Любителям астрономии в эти дни будет интересно наблюдать парад планет и метеорные потоки, увидеть крупнейшие телескопы страны в обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии. Об этом рассказала пресс-секретарь компании «Кавказ.РФ» Татьяна Поздеева. В майские праздники можно смело планировать поездку на Архыс. С 30 апреля снова запустим после регламентных работ канатную дорогу «Млечный путь». Можно будет подняться к смотровой площадке на южном склоне, а оттуда открывается прекрасный вид на главные вершины Пшиши и Софию. Уже можно будет гулять по экотропе курорта, можно встретить зубров в Тибердинском заповеднике или найти первоцветы, можно отправиться к озерам, водопадам в окрестностях курортов, можно поехать на экскурсии к христианским памятникам или к обсерватории РАН. И мы не устаем повторять, что Архыс – это еще и прекрасное место для общего оздоровления. Благодаря высокой концентрации в горном воздухе полезных фитонцидов хвои можно просто гулять, дышать и одновременно укреплять здоровье. Еще у нас нет растений-аллергенов, поэтому если есть весенние проблемы с этим, просто приезжайте у нас в этом плане ОАЗИС. Также можно пройти курс лечения при некоторых отелях курорта. То есть даже 3-4 дня отдыха на курорте обязательно скажутся благотворно на здоровье. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-23 градуса, в горах местами до плюс 15. В горах Республики свыше 2,5 тысяч метров лавина опасна. В Черкесии днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 22 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Бегите себя и своих близких. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok